На вопрос, какие фрукты растут в Сочи, местные жители обязательно похвастаются такой диковинкой, как фихуа. Сезон начинается в конце октября и продолжается до начала ноября. Фрукт повсеместно растет на курорте, также его привозят из Абхазии. Темно-зеленый округлый плод с чем произношением и написанием часто путаются. Фихуа – ценный и полезный плод. Достаточно всего одного и в организм попадает суточная норма йода. Цена варьируется от 200 до 400 рублей, что на порядок выше, чем в прошлом году – на 50 рублей. По словам продавцов, это связано с неурожаем субтропического растения в сравнении с прошлым годом. Чаще всего фихуа употребляют в свежем виде или в виде джемов, варенья, ликеров и компотов. Они отличаются легким ароматом ананаса и земляники, а также имеют восстанавливающий эффект для организма. Хранить плод можно не более двух недель. В последний месяц осени на прилавках появляется еще один ярко-оранжевый фрукт – хурма. Продают ее и в вяленом виде. Местные продавцы в шутку называют хурму сникерсом. Таким тягучим и сочным получается этот фрукт. По вкусу она похожа на финик. Если плод удлиненной формы со светлой мякотью и ярко-оранжевым цветом, на вкус он наверняка будет вяжущим. Любителям сладкой хурмы стоит подождать, пока она не станет полужидкой, желеобразной. Созревшая хурма хранится не более двух дней. Можно также купить немного недоспелой фрукт и оставить его на несколько дней в холодильнике. После оттаивания хурма теряет свою вязкость. В этом плоде большое количество бета-каротина, клетчатки и витамина С. Поэтому продукт очень ценят местные и гости курорта. Стоимость за килограмм хурмы варьируется в зависимости от сорта, а также от сбора урожая. На рынке королёк шоколадный можно купить за 200 рублей. Такой же, но плоский – от 180. Бычье сердце обойдётся от 150 рублей. А вот вяленую хурму можно будет приобрести от 300 до 500 рублей, что на 100 рублей дешевле в сравнении с прошлым годом. Особой популярностью осенью, особенно у туристов, пользуется каштан. Чаще всего его употребляют просто в варёном или жареном виде. По вкусу он напоминает печёный картофель, только более сладкий и рассыпчатый из деликатесным ореховым привкусом. Его плоды широко используются в народной медицине и кулинарии. Вот и наш каштан. Есть с Абхазии, есть с Кубани. Очень хорошо её при радикулите, при кашле, простудных заболеваниях очень хорошо его применять. Также мы его жарим, знаете, да, жарится каштан. Минут 40 надо в духовке его. И вот такое применение очень вкусное. А вот в традиционной кухне кавказских народов каштаны занимают почётное место. Их добавляют в мясные блюда, пловы, соусы, супы. Из каштановой муки готовят лепёшки и другую выпечку. А также много других необычных блюд – и первых, и вторых, и десертов. Цена на центральном рынке составляет 400 рублей за килограмм. Свежий хороший каштан имеет блестящую гладкую кожуру, без пятен и вмятин. Чем крупнее, тем он вкуснее. Особенно много деревьев с плодами встречаются на тёплом южном склоне Кавказских гор, обращённых к Чёрному морю – от Джубки и Туапсе до Сочи.